Здравствуйте! Вы смотрите программу недели спорта. Я ведущий Роман Полинсков, как обычно в это время, на телеканале Универ ТВ. Сегодня у нас будет много интересной информации из мира студенческого и большого спорта. Смотри нашу программу внимательно. До конца будет очень много интересной информации. Поехали! Начнем нашу программу со спартакиады здоровья среди профессорско-преподавательского состава Казанского федерального университета. Прошли еще две дисциплины – бильярд и мини-футбол. Сейчас немного о бильярде. Первое место в командном зачете заняла команда аппарата управления, второе место у IT-лицея и тройку призеров замыкает Институт математики и механики имени Лобачевского. Теперь больше о футболе. В финальную часть турнира играли команды Института физики, аппарата управления, Общая университетская кафедра физического воспитания и спорта и команда Департамента по молодежной политике и студенческий городок. В матче за третье место встречались команды Департамента и Общая университетская кафедра физического воспитания и спорта. Борьба достойна уровня финальной части Лиги чемпионов. В первом тайме было забито четыре гола, три из них на счету преподавателей физкультуры. Причем голы на любой вкус – из красивой обводки вратаря и с другой стороны поля. Во втором тайме команда Департамента смогла перевести игру в свой темп и заколотили три безответных мяча. Общий счет 4-3 бронза у Департамента по молодежной политике и студенческого городка. В финале же встречались команды аппарата управления Института физики. Борьба шла до конца, ворота в основное время не были распечатаны. Победители выявляли по серии пенальти, где точнее оказались футболисты аппарата управления. Сейчас вы на ваших экранах видите турнирную таблицу по итогам восьми видов спорта. Как мы видим, тут маленькие изменения есть. Также на первом месте осталась общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта. Второе место закрепили за собой Набережно-Челнинский институт КФУ. Третье место у Института математики и механики имени Лобачевского. На четвертом месте также остался и IT-лицей КФУ. На пятом – юридический факультет. И тут пошли изменения. На шестое место вышел Департамент по молодежной политике и студенческий городок. И на седьмое-восьмое опустились команды Института управления экономикой и финансов и команда Института физики. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Сейчас у меня в студии наш корреспондент Денис Давыдов. Денис, тебе большое привет, большое спасибо, что пришел к нам в студию. Поговорим мы с ним о универсиаде, который проходит сейчас в городе Алматы, о спартакеаде республиканской, которая уже, к сожалению, завершилась. А может быть и к счастью завершилась. Но начнем по порядку. Итак, Денис, давай оба универсиаде. Тебе как в этом году она вообще проходит? Очень хорошо то, что наши второй раз подряд в общем зачете побеждают. Если в тот раз это было неудивительно, потому что она проходила в России, в Казани, то сейчас на территории Казахстана это довольно-таки почетно выигрывает второй раз. Но я думаю, не стоит все-таки сравнивать летнюю универсиаду и зимнюю. В летних видах спорта у нас всегда было хорошо и как на Олимпиаде, так и на универсиаде. В зимних же как-то не особо у нас складывается. Как ты помнишь, на Олимпиаде, допустим, в Ванкувере 2010 года биатлонисты наши очень долго не могли взять хотя бы какую-нибудь медаль. Только под конец могли взять золото. Вот как ты думаешь, вот сейчас как получается, растет новое поколение или они будут как-то смешивать это с старым? Ну, я думаю, Олимпиада в случае подала хороший пример. И тот факт, что мы выиграли тогда в общем медальном зачете и сейчас, это подспорит для молодежи. И я думаю, что они будут продолжать традиции. И немножко расстраивало то, что наши в хотеи в последнее время не могли добиться успеха. Но, как мы видим сейчас, молодежь радует и женский хотеи, и мужской. Мы дошли до финала, и женщину вчера выиграли. Это очень здорово, это очень радует. Это да. И, кстати, хочу вам, друзья, напомнить то, что 7 февраля годовщина уже как 3 года стартовала зимняя Олимпиада в городе Сочи в 2014 году. Я тоже с этим поздравляю, с такой, ну, не круглой, но знаменательной датой. В целом, вот тебе как по турнирной таблице, как наши медали набирают? Ну, мне нравится. И особенно в командных городах спорта это замечается. Ведь индивидуальных медалей очень много, а когда ты выиграешь с командой, это намного престижней. Хоть это одна медаль, но на команду, а не каждому спортсмену. Но все равно в командных городах спорта больше радости и больше эмоций. И очень приятно, когда наш спортсмен побеждает именно в командных городах спорта. Хорошо. Сейчас я предлагаю взглянуть на медальный зачет по состоянию на 7 февраля 2017 года, когда выходит программа. И что мы видим? Россия занимает первое место уже досрочно. Они первые в этой спартакиаде. 23 золота, 21 серебро и 14 бронзовых медалей. На втором месте Казахстан. У них 11 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых. Тройку призеров замыкает Республика Корея. У них 8 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей. На четвертое место вышла сборная Японии с 6 золотыми медалями, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями. На пятом месте сборная Польши. 5 золотых медалей, 2 серебра и 4 бронзовые медали. На шестом месте закрепилась Италия. Всего с 4 золотыми медалями. Ни серебра, ни бронзы у этих товарищей нет. Замыкает восьмерку лучших сборная Китая, которая поделила 7 место и 8 со сборной Франции. У них по 3 золота, 2 серебра и 2 бронзы. В принципе, как тебе такое расположение? Ну, и Корея, мы видим, поднимается с счетом того, что скоро будет проходить и у них Олимпийские игры. Ну, главное, что Россия на первом. Это для меня самое важное. А тебя, ну, действительно не удивляет то, что Республика Корея и Япония сейчас находятся в топе? Мы не видим здесь ту же самую сборную Украины, сборную Белоруссии, Словаков, сборную Соединенных Штатов Америки. Ну, Япония для меня, да, стала сюрпризом, потому что редко, когда они берут столько большое количество медалей, ну, от них не ждали такого, я думаю. А вот насчет сборной Италии, интересно, укрепиться в шестерке, да, в шестерке лучших, неважно то, что я назвал, 8, но они замыкают шестерку. Всего 4 золотых медалей, больше у них наград пока нет. У нас еще остается 2 дня, но не факт, что возьмут. Как так вообще? То есть, почему у них такое большое количество медалей, или почему только золото? Ну, почему только золото? Ну, может быть, они максималисты, либо только золото, либо ничего. Я думаю, так. Сталинские времена вспоминаются, либо вы едете получать золото, либо вы едете копать его, да? Да, я тоже так думаю. Хорошо, ну что ж, я пожелаю удачи нашим спортсменам, чтобы они, хоть и уже заняли первое место, но набрали еще больше медалей. Ну, а за второе место, кстати, будет интересно посмотреть, потому что Республика Корея отстает от Казахстана всего на 3 золотых медали. Они могут еще их опередить. Ну, я сомневаюсь, Казахстан, я думаю, не отдаст. Хоть осталось там 2-3 дня, но я думаю, сомневаюсь, что, в общем, смогут обогнать Казахстан. Ну да, это полностью с тобой соглашусь, не факт, что они обгонят, но вот и Япония, Республику Корея могут, потому что у Республики Корея всего 8 золотых медалей, у Японии 6. Ну, у Японии больше шансов, да, выйти на третье место, чем у Кореи на второе. Хорошо, ну что ж, мы будем следить за развитием событий, а мы едем дальше. Республика Корея Команд было не так много, и КГСУ именно в бильярде повторил свой успех, и они стали третий раз подряд уже чемпионами. Вот, они светятся во многих видах спорта, и сейчас они стали вторыми, первыми и вторыми, и это, да, КГСУ, я думаю, это уже традиция, участвовать в этих соревнованиях и выигрывать. Хорошо, а по легкой атлетике, что можешь сказать? Легкой атлетике мне очень понравилось, особенно последний забег, когда там участвовало 6 мастеров спорта и 2 мастера международного класса, они же олимпийские участники. И время, которое они показали, это очень хорошее, это они пробежали 100 метров максимум за 12 секунд, и полтора километра за 4,5 минуты, это тоже очень хорошее время, и не каждый студент, не каждый, я думаю, даже спортсмен сможет пробежать в таком возрасте, каком они бегают, за такое хорошее время. Ну что ж, предлагаю вам окунуться в эту атмосферу легкой атлетики, мы там побывали вместе с Денисом и сняли для вас такой хороший вкусный материал, поэтому смотрим внимательно, затем продолжаем. Сейчас мы находимся в футбольно-легкоатлетическом манеже, где проходят соревнования среди преподавателей по рамках декады за здоровый образ жизни. Говорят, журналисты должны быстро бегать. Ну что ж, я на своем примере покажу, как это делается, чтобы поймать спортсмена и вовремя взять интервью. Надеюсь, у меня это получится. 2 февраля в Манеже состоялись соревнования по легкой атлетике среди высших учебных заведений Республики Татарстан. В них приняло участие 39 спортсменов из 8 различных институтов. Больше всего оказалось любителей спринта, и на 100-метровую дорожку вышло 11 женщин и 18 мужчин. Лучшее время среди женщин продемонстрировала Наталья Туманин из КГСУ, пробежав 100-метровку за 13,2 секунды. Среди мужчин первым оказался стадия рафиков с результатом 12 секунд ровно. В беде на 400 метров участвовало всего 4 спортсмена, среди которых лишь одна женщина, Ляйсан Хамадеева, из Казанского кооперативного института. Один круг стадиона, что и есть 400 метров, она преодолела за минуту и 47 секунд. Руслан Имангулов из КГСУ пробежал эту же дистанцию за 51 секунду, оставив за спиной двух атлетов по вложке Академии спорта. И, наконец, на заключительной, самой длинной дистанции в 1500 метров, Наталья Кузьмина из КГСУ пришла к финишу первой с результатом 5 минут и 33 секунды. Мужской забег можно назвать по-настоящему звездным. Два участника олимпийских игр и шесть мастеров спорта. Самым выносливым здесь оказался Артем Мастеров. Мастер спорта международного класса и участник Олимпиады в Сиднее пробежал полторатилметровую дистанцию за 4 минуты и 34 секунды. Ну что ж, вот такой выдался у нас сюжет, действительно вкусный, интересный, а также вышел он еще и забавным. Тебе самому как и как там было? Да, мне очень понравился весь этот уикенд, так скажем, все эти дни спорта. Я получил, мне кажется, даже больше удовольствия, чем спортсменные соревнования. Ну что ж, на этом республиканская спорта-киада подошла к концу среди преподавателей. И, как мы и обещали, в этом выпуске мы объявляем результаты в голосовании лучшей гол-кубка университета Казанского федерального университета. Таблицу рейтинга вы сейчас видите прямо у себя на экране. Первое место занял тот человек, который сидит около меня, это Денис Давыдов. За него проголосовало 153 человека. Остальные результаты, остальную восьмерку вы видите у себя на экране. Ну что ж, Денис, я тебя поздравляю. Да, хоть где-то Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций выше, чем Институт физики. Да, хоть где-то. Это заслуживает аплодисмента. Пока-нибудь, пока. Ну что ж, на этом все. Денис, тебе большое спасибо, что пришел к нам на программу и обсудил вместе со мной данные виды спорта. Был очень рад, спасибо, что пригласили. Тебе тоже большое спасибо. И еще раз поздравляем с тем, что твой гол признан лучшим на Кубке Казанского федерального университета 2016 года. Спасибо. С вами были ведущие Денис Давыдов и я, Роман Поленсков. Напоминаю то, что мы еще с вами увидимся, надеюсь, на лыжных гонках в рамках спартакиады здоровья среди профессорского преподавательского состава. Обязательно туда приходите. Вся информация будет у нас в группе и в группе спортклуба Казанского федерального университета. На этом все. Мы с вами прощаемся. Увидимся на следующей неделе. Не мерзьте, не болейте. Всегда будете в тепле. Пока-пока. Пока-пока.